Вот я всех верующих и неверующих в подобную гребенку всех люблю. Ночь, очередь, тутаеве, и я больше за хлебом. Давали по килограмму или по двой, не знаю сколько. Стоит женщина. Ребенок на руках, двое за юбку держатся. Ребенок на руках, открывает магазин, женщина говорит к ночницам, хлеба там на 50-60 человек. Местой текутория нижняя. А женщина с детишками, она примерно сотая. Далеко? Далеко, ей не достанется. А дети, мама, поедим хлебца тоже. Поедим, а слезы у нее как палки. Мужчина стоял, научник какой-то, потому что папка в почве, у нее под пазу ходит. И вот, дед, не как мы, а по-настоящему. Подходит к этой женщине, а вот примерно 6-7 месяцев, я вставай. В мою очередь, получишь хлеба. Она говорит, а мы не то и дело. Господи, встала. Надежно. А я и думаю, ребята, батюшка, я и думаю, а Господи скажут, не по пам, не по падям проходимкам, заразам, которые, да, никому не вступят. А я там скажу, Господи, вот тебе расти ворота открытые, заходи, Господи, я за счет, а зато голоден был, а ты накормил меня. Господи, я тебя и накормил меня. Господи, где же я тебя видал-то? А ты вот помнишь, и знаешь, что ты был, в Евангелии то, голоден был, а ты накормил меня. Ты, ты помнишь, бабу, детишка, ты меня накормил, ты меня понимаешь? Рот к нему валил валом. Всякий. И, ну кому, ну кому, что надо. Прямо так и едут. И вот, конечно, с юмором такие письма. Вот старуха пишет письмо. Станца Пищалкина, зачеркнуто, село Никульске, настоятелю, храм отцу Павлу. И, как ни странно, такое письмо дошло. Дошло. И вот старуха пишет весьма интересно. Пишу вам поздравления с наступающим праздником, с Рождеством Христовым, а потом с Новым Годом и с Богоявлением Господним. Но покуда почта приносит вам это письмо, как чудом оно дошло, да? Что теперь впереди, тогда уже станет позади. Время течет, как река. И сокрывается вечность. Святые архангелы и ангелы да укрепят вас в мирном терпении. Простите меня, грешный, дорогой батюшка, и простите меня, много грешного. Вот такое письмо. А то еще женщина писала. Но она постоянно. Мы уже и почерк ее знали, и стиль. Пишет. Строй ссора. Не знаю, кто у него взял. Свои взяли или чужие, помолитесь, чтобы прекратилась вражба. Дайте ответ. Простите ради Христа. Как ни странно, батюшка старался всем угодить, всем дать ответ, всех обласкать. У старого корова, значит, они жили этой коровой. Умерла корова. Ну, что делать? Им такую сроду не купить. Пришли, батюшки поплакались. Он денег им дал, 600 рублей, говорит, купите себе корову. Ну, это уж так. Он только редким людям говорил, что он корову купил. А вообще-то он говорил, надо делать милостыню так, чтобы правая рука не знала, что делает левая. Были, значит, семья была. Тоже дом сгорел у них. Жена лежит в роддоме, девочку рожает. А муж отмечает эти родины. Так он отмечался, дом сгорел. И девочку нести некуда. Вот стали собирать поселу. Батюшка говорит, у меня было две подушки, одну отдал. Ну, в общем, все отдал, что мог. Потом, когда случилось с ним, несчастье-то, в 79-м году я в армии был, приступ, желчный пузырь тогда ему вырезали. Он был дома-то один, а случилось плохо. Он выполз на улицу. Шла вот как раз та девочка, которая родилась тогда, когда у отца дом сгорел. Но она уже взрослая была, вызвала скорую помощь, и батюшку спасли. Но могли бы не спасти. Как он рассказывал, находился в коме уже. И его пришли встречать и лагерники, и отец Серафим, которому голову отрубили, настоятель Варламо-Хутынского монастыря. Лежу, лежу, матушки, наш архимандрик, вообще Серафим, в крови меня стоит. И вот, и Виталий наш, и Нафанайл, и Иоанна, все монахи стоят около меня. Я думаю, как же вы. А тебе худо? А мы тебя навестись пришли. Спасибо. А как на левую сторону я взглянул. Ой-ой-ой-ой-ой, народу к тому. И девчон, которым ты делал добро, тяжелую куменду, пришли тебя навестись. Вдруг за руку берется Толянка, укол, укол, в жопу укол, на куболе. Ты чего? Павел, что сдал-то? Толянка, ничего не сдал. Чего ты, говоришь, не при смерти был? Ну, спасибо тебе. Откачал. И вот Толянка мне. Еще он мне самый первый друг. Его спас Анатолий Карпович Мусихин. Хирург выдающийся. И до последнего дня они дружили с ним. Анатолий Карпович Мусихин. Выдающийся врач-хирург. Работал в Барке, больнице Академгородка, в нескольких километрах от села Верхноникульское. Год с небольшим прожил он после кончины отца Павла. Похоронен Анатолий Карпович на кладбище села Верхноникульское. На этом месте похоронена девица Евгения. Попросту баба Еми. Это тот человек, который пришел к отцу Павлу и сказал, отец Павел, я одна и ты один. Давай я тебе буду помогать во всем. И она помогала ему как в трудах, так и в молитве. И прожила с ним до сала своего последнего дня. Константин Николаевич Кротов, попросту дядя Костя. Это был первый человек, который помог отцу Павлу в марте 60-го года, когда он пришел служить в село Верхноникульское священником. Не было ни дров, ни провизии. В доме, в котором предстояло ему жить, была полная разруха. Время было тяжелое. И поэтому дядя Костя со своим товарищем ночью привезли дров. Потом привезли к Акониной, есть провизии, картошки, капусты, квашеной. И с этого времени завязалась их дружба. И дружба эта длилась, как мы видим, до конца дяди Костиных дней, до 91-го года. Друзья отца Павла. Настоящие русские мужики. В свое время посидели в тюрьме, за то, что колоски, может быть, какие-то воровали. И другой тоже за какую-то дурь. Ну, как говорится, жизнь прошла в деревне. И помогали всем, чем могли. Построили туалет, терраску ему сделали, выполняли все плотницкие работы. И столярная тоже. Вот, Борис умер пораньше. Его кончина была трагической. Вот. А друг его, Дмитрий Павлович, попросту Митя, или как мы его прозвали с отцом Павловым, Крестный, вот, он умер в 96-м году. Он делал гроб с Упавловым, который в Тутаеве украли. Как украли? А когда переехали в Тутаев, гроб поставили на колокольню. И через два года отец Павел начал повторять. Толянка, где гроб-то? Не украли ли гроб-то у меня? Не украли ли у меня гроб-то? Через несколько месяцев пошли посмотреть точно, гроба нету. Но это было произведение искусства. Гроб, в котором хоронили батюшку, был прост. Наскоро скроен из сырой сосновой доски. Приезжаю в Шестихино, автобусы не ходят. А я говорю, ну, я пойду пешком. Вдруг подходит машина. Вам куда? Я говорю, кто Никульского? Садись. Села я. Приехала в Никульское. Подхожу. Мария мне и говорит, хороший хозяин собаку не выпустит. А ты приехала. Отец Павел говорит, Нинка приехала в воскресенье, будем служить. Цар своему небесное. И они начали служить. Вот служат. Вот такой случай был. Вдруг заходит мужчина с женщиной. Прошли все церкви. В Никоузе не служили, в Шестихе не служили. Им сказали, в Верхнекульском есть служба. И они приехали в Верхнекульском. Служба к концу приходят и говорят, нам бы надо отпеть. Отец сказал, сейчас отпою. Отпел им. Они ушли. Как они добирались, я не знаю. Я говорю, ну теперь вроде уж такой мороз послаб, я пешком дуяду. Потрапезничал у него, накормил, напоил. Это первая была его святая обязанность. А он и говорит, Нинка, на колесе доедешь? Господи, на каком колесе я доеду? У меня мысли пропали. На каком я колесе? Только вышла я с Никульского-то. Прошла до шоссе-то, до тракта-то. Едет машина. Останавливаться. Я прошла минуту, шагов десять, наверное. Останавливаться шофер и говорит, места нет, а вот хочешь на колесе, так садись. Поехала в деревню к сестре. Я езжу каждый год помогать сенокосить. Ездим через Тутаев, а батюшка уже был, Павел, был уже слепой, был в Тутаеве. И мы постояли литургию до следующего автобуса, сколько у нас было возможности. Выходим из храма, а он и сидит у своей хибарочки там уже в Тутаеве, напротив храма тут, как в старушке такой. Выходим, значит, оттуда. Говорю, ой, отец Павел, говорю, а ты кто? Говорю, да Нина я. Нинка, а ты откуда? Говорю, да из Рыбинска, батюшка, да благословите. А куда ты едешь? Говорю, да в деревню сенокосить, да грибков побрать. Батюшка и благословил меня. Я ходила в лесок такой, как садик с березками. Никто не находил белых грибов, а я все по целой корзинке носила. Сестра говорит, да где хоть ты говоришь, что там грибы-то белые никогда не росли. Я говорю, а это у меня батюшка так благословил. Ходит со мной приятельница рядом, два-три найдет, а у меня все полная корзинка. С молитвой отца Павла. Семьдесят.